Есть такой удивительный человек, я его очень люблю, его зовут Шалва Аманашвили. Он дал определение семьи, академик, раз этим занимается, имеет на это право. Он написал, что семья — это союз неба и земли, мужчины и женщины, родителей и детей, предков и потомков, двух разных родов, предназначенный для воспитания счастливый человек. Ну то есть человека — это меня, жену, детей, то есть разных видов людей, несущего благо своему роду и роду человеческому. Счастливая семья строится на принципах любви, духовной общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания, сочувствия, милосердия, бескорыстного служения. Я не буду сейчас на целую лекцию читать, всё это объяснять, но в целом как бы мы говорим сейчас о том, в чём важность сохранения семьи для человека. Потому что большинство людей считают свою семью, возникшую случайно, в результате того, что мне было плохо, тебе было плохо, мы вместе начали жить, стало вроде полегче. Ну понаслаждались вместе чуть-чуть, непонятно, то ли вместе мы, то ли не вместе, потому что мы даже ещё и не расписаны. Вот, и у нас как бы-то всё временно, и нет общего жилья толком, и нет общих желаний, каких-то идей. Ты сам по себе, я сама по себе живу вместе, потому что больше не с кем. Семья у нас или нет? Вот сразу возникает. У кого вот сейчас откликнулось, поднимите руку? Замечательно. Объясняю вам. У вас семья. Почему семья? Потому что если вы вместе живёте, значит Бог вас вместе держит. А когда Бог вместе людей держит, это называется семья. Вы должны чётко понять, что вы сами не можете друг друга вместе держать. Вот попробуйте уйти от человека. Вы, допустим, берёте, уходите. Уходится у вас, нет? Вот девушка поднимала руку. Нет, не уходится. Это значит, что кто-то вас держит вместе, правда? Это означает, что Бог держит. Теперь вопрос возникает, а почему-то всё так вот? Почему не так не сильно, не стабильно, не классно? Потому что такой объём работы. Вот это и есть объём работы. Вот у вас всё так, не крепко, потому что нужно пройти определённый путь вместе, чтобы было крепко. И когда вот этот путь, этот принимаете, это называется важность сохранения семьи. А когда вы считаете, что нет смысла в таких отношениях, это означает отсутствие знания о своей судьбе. Если бы вы знали, что другого не положено, вы бы продолжали отношения. А я вам говорю, что так и есть. И вы посмотрите на прошлое, вы видите, то же самое всё было для этого. Ну, значит, нужно просто взять и включиться в отношения серьёзные, укреплять, укреплять, укреплять. И пройдёт 2-3 года, и вы почувствуете уже настоящую семью. Понимаете? И у вас станет тогда твёрдая, жирная точка. Вот! Всё получилось. Так и есть. Понимаете? То есть больше года люди вместе живут, не могут разойтись. Значит, Бог соединил. Всё. Это семья. Причём она может по-разному создаться. Допустим, у неё своя была семья, у меня своя. Мы бросили друг друга, бросили своих близких. И вместе живём больше года, не разлучаемся. Значит, Бог сделал вам такую семью, в которой ты разрушил одну семью, она разрушила другую семью. И вам из этих обоих семей будут испытания идти в жизни. И с той стороны пойдут испытания, и с этой стороны испытания. Но расходиться при этом нельзя. Надо все эти испытания пройти и остаться вместе. Потому что хоть когда-нибудь человек должен перестать спотыкаться в жизни. Потому что чему-то он бросил свою жену. Потому что он глупый. Почему она бросила свою жену? Потому что она глупая. Два глупые вместе с человека сошлись. Надо стать умными теперь. понимаете не надо думать что здесь тоже ничего не получится и здесь бросаем тогда уже два раза бросили еще хуже ситуации два страхных очка три страшного удален все хотите чтобы вас удалили не надо чтобы вас удаляли два страхных очка ничего страшного вот надо 5 за пока не удалили надо опять дальше жить человек не должен совсем так на беда курить чтобы жизнь разрушилась нужно просто исправляться вовремя жить дальше ничего страшного все нормально сколько бы ты ошибок не сделал раскрайся иди дальше ничего страшного все хорошо жизнь предназначена для знания мне тоже говорит олег геннадь у вас не такая уж прямо вот идеальная семейная судьба вы не имеете право читать лекции в интернет не пишут о чем не делал о чем не делал куковать сидеть до куку куку не наставник сказал твоя природа читать лекции давать людям знаю вот иди читай и старайся жить правильно чтобы как бы можно было читать лекции если человек старается он все делает правильно что-то в прошлом как-то там что-то не получилось жизни то это нормально точно так же в семье что-то прошлое не получилось у тебя в жизни ничего страшного живи дальше старайся и то что те никогда уже теперь не получится вот это мышление ты уже не имеешь права жить умри замечательно каждый человек имеет право жить действовать рассказался и пошел дальше что делать кого жизнь ошибки неизбежную жизнь ты сказала поверь но прожить без потерь невозможно возможно возможно